Итак, это, естественно, Cyberpunk 2077, третий финал, и мы с вами доверяемся Джонни с Бестией, то есть, я так понимаю, передаем полностью контроль. Но, знаете, вначале я хочу сказать пару слов. Я понял, что Мисти, она по большому счету убила нас, потому что вот эти таблетки, которые она нам дала, которые давали Джонни возможность перехватывать контроль, они гораздо быстрее разрушали наше тело. И именно из-за этого и перезаписывали ДНК. И об этом как раз говорилось в прошлом выпуске. И именно из-за этого, черт побери, у нас так мало жизни остается, времени жизни, то есть, вы, если бы смотрели предыдущий финальный, вы это понимаете. Вот, соответственно, блин, Мисти ничего другого, кроме как каких-то негативных чувств, хоть она может с ними бороться, к нам испытывать не может, потому что именно из-за нас умер ее возлюбленный Джеки, которого она с детства знает. И да, черт побери, у меня такое ощущение, что действительно Мисти как-то бессознательно нас убила. Вообще трындец. Ладно, хорошо, погнали. Ладно, иди ты вместе с Бестией. У вас двоих больше всего шансов. Ты уверена? Назад откатиться уже не получится. Да, конечно, господи. Можно покончить совсем прямо сейчас. Да нет. Действуй, Джонни. Вперед, Джонни. Я в тебя верю. Забирай тело. Только не убей нас на радостях. Спасибо, Ви. Я нас обоих вытяну. Вот увидишь. До встречи на той стороне. Даже если придется сжечь нахер весь Найт-Сити. Это может быть весело на самом деле. Вот я этот гребаный бак... Вот после некоторых как раз диалогов почему-то персонаж приседает. С какого черта он приседает? Я не нажимаю на правящую Си. Здорово. О, Клэр. Ну, чё? А, ты со мной не разговариваешь после этого, да? Ты чё, бестия? Она в большой комнате, но мне кажется, лучше ей сейчас не мешать. Нет, уж я помешаю. Не мешать, говоришь? Да, 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 сейчас. Тогда смотри, я учись. Не стой у меня на третье. Твоя контора до сих пор на плаву только по моему. Моей милости. А я могу сменить её на дне в любой момент. Так, погоди секунду. Ви? Ха, не угадала. Не угадала. У тебя ещё одна попытка. Джонни. Бакака, я перезвоню. Чего тебе нужно, Джонни? А, ты не рада меня видеть. Боже, кто-то умер? Что, не рада меня видеть? Честно говоря, не знаю. Почему? По-моему, в кино нам было классно. Мы больше не в кино, если что. И я, кажется, догадываюсь, зачем ты здесь, Джонни. Тебе опять что-то нужно. Запахло пиздецом. Всё верно. Конечно нужно. Больше мне и обратиться не к кому. Вот интересно, как так вышло, что из всей безумной команды Атлантиды выжила только... Чему ты клонишь, Джонни? А ведь действительно, вот мне вот до сих пор интересно, нам так это и не озвучили. Как выжила только она. И помните, как раз тот персонаж, я забыл, как его зовут, говорил об этом. Да, просто вспомнилась, ты не скучаешь по прошлому? Старые времена прошли. Мне и здесь хорошо. Это я вижу. Жаль, только больше никому из Атлантиды так не повезло. Куда пошло? Постой, постой, мы не закончили. Эй, народ, закрываемся. Эй, ты чё? Мы ещё не закончили. Нет, закончили. Что творится-то? Ничего, можешь идти домой. Твоя смена на сегодня закончена. Ладно, пойду ещё поработаю, что ли. Что, весь клуб в нашем распоряжении? Вот это сервис. Теперь говори, какого чёрта ты мне тут предъявляешь? Ха, какого чёрта? Это что, моя бутылка за баром? Да, ждала тебя. Правда, я и сама не знала, чего именно. Хотя у меня появилась пара идей, как её можно использовать. Ладно, дорога тебе обошлась вот такая вот уютная жизнь. Давай начистоту. Я думаю, ты предалась корпоратам. Давай будем откровенны. Я знаю, что ты предалась корпоратам. То есть ты думаешь... Блять! С чего ты взял, что мне интересно твое ёбаное мнение о том, как я работаю? Окей, хорошо. Я знаю, о ком ты сейчас думаешь. Об Адаме Смэшере. Ты прав. Но не совсем. Ты погиб, а я не могла вечно носить траур. В нашем деле нет места сентиментальности, Джонни. Мы со Смэшером работали на одних людей. Хуёво ли я поступила? Да. Был ли у меня выбор? Был. Жалею ли я? Да, очень сильно. Ты это хотел услышать? Ладно. Как говорится, кто старое помянет? Ну, тогда, может, лучше поговорим о новом. Я же знаю, что ты пришёл сюда не просто так. Ну, Ви умирает, я должен ей помочь. Это дело. Я в нём... Я не могу. Сука! Ви умирает. Я пожираю её, как опухоль. Это пока ещё можно остановить. Только мне нужно... Нет, Джонни. Не начинай. Не говори мне, что ты хочешь кому-то помочь. Всё дело только в тебе. Ты никогда не думал о других. О, иди нахуй, милая. У меня мало времени, бестия. Как только часики пробьют полночь, Джонни исчезнет. И Ви вместе с ним. Мне нужно успеть от неё отцепиться до этого момента. Нам удалось связаться с Альт. Она согласилась помочь. Но? Сначала нам нужно будет пробиться в крепость Даннов, Микоши. А единственная точка доступа, для которой мы сможем доползти, находится под Росака Тауэ. А Росака? Опять? Как я не догадалась. Только идиот будет раз за разом наступать на одни грабли и ждать другого результата. У тебя есть хоть какой-то план? Прекрасный вариант ответа. Мне нравится. Вот что у вас теперь за мода такая? В кого ни плюнь, всем, блядь, нужен какой-то план. А раньше было не так? Раньше мы просто вынюхивали двухметровую дорожку, брали стволы и делали, что хотели. И всё получалось. И теперь у нас тоже получится. Подожди. У нас? Именно так. Ну да. Без тебя ж ничего не получится. Погоди, погоди. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне стереть пыль с цунами и опять пойти с тобой против Росаки? Бинго. Когда? Не знаю. Сейчас? Угу. А с чего ты решил, что я соглашусь? Ха. Это твой долг. Перед собой. Очисти свою совесть. Ах, вот как? Может, конечно, ты и королева всего найти тебе. Но ты же не настоящая бестия. Настоящую ты похоронила, чтобы добраться до вершины. Загляни в себя, и я знаю, ты сможешь её найти. Чёрт. Видимо, это было неизбежно. Я знала, что однажды ты выберешься из своего ада, припрёшься сюда и всё к хуям разрушишь. Вот это бы призна. Не меняются. А мы? Мы изменились? Я не знаю. Как насчёт того, чтобы это выяснить? Ты ведь поможешь мне в этом? Заткнись уже, Джонни. Прошу тебя, просто замолчи. Фига себе. Это нас так вырубило? Или нам просто что-то не показали? Сука, блин. Ха-ха-ха. Каждый раз, каждый раз. Никогда не видел, чтобы трезвый человек спал больше 20 часов. Так. В следующий раз я причитаю тебе зубы. В следующий раз вебло получишь. 20 часов спустя. Да ладно. Буду ждать. Правда, начальница будет недовольна, если я переломаю тебе кости. Бестия, что ли? Начальница у нас одна. Пойдём. Она тебя ждёт. 20 часов? Да мы так набухались, что ли? Серьёзно. Ну окей. Так, давай сразу оружие изменим. Вижу, уже познакомились. Фу-то замечательно. Бестия, что тут делает этот субъект? Он пилот. Подбросит нас до площади корпораций. Ха. Бестия. Я тебя обожаю. Ну ещё бы, Джонни. Иначе бы ты сюда не припёрся. Снаряга вон там, выбирай что хочешь. Ага, так и сделаю. Классные ботиночки. Смотри-ка. Вот в таких ботиночках я пойму, как можно два раза прыгнуть, если там из них что-то вырывается. Снаряга, Джонни, не забудь. Чёрт, где? Здесь? Авертюр. Я не знаю, это всё фигня на самом деле. Вот Арасаковская на 2000 катана, вот это я возьму. Антигравы, вот. Уменьшает урон от падения, уменьшает расход выносливости. Ну такая фигня на самом деле. А это что? Тормозные двигатели. Антигравы. Цепляешь их к ногам и можешь спокойно прыгать практически с любой высоты. А, понятно, хорошо. Подожди, а, я не могу, наверное, сменить оружие. Ну-ка, вот, давай возьмем. Нет, не могу пока что поменять. Ну ладно, потом поменять. Ладно, ладно, я понял. Так, теперь скажи мне, какой у нас план. Окей, вставляй щепку. Ну давай. Цель, точка доступа к Микоше, Воросака Тауэр. Надо дойти до лабораторий, удержать их на время вашего разделения и вернуться живыми. А, Воросака Тауэр, крепость. Самое охраняемое здание в Найт-Сити. Просто зайти с главного входа у нас не получится. Поэтому мы пролезем через самодельное окно. Теперь важно. Нам поможет мелитеховский бомбардировщик Стрикс. Полетим на нем. Сначала мы бомбардируем здание и сносим орудие ПВО. Затем мы разрушаем стену 76-го этажа, прыгаем внутрь и перед приземлением включаем антиграды. Так, дальше. В результате наших действий мы попадаем в чащу тропического леса. Вопреки расхожему мнению, Воросака любит выпендриваться. Мы прорубаемся через джунгли к шахте лифта, на вертикальной оси здания. Шахта идет по всему зданию. Антиграды позволят нам быстро спуститься на нижний уровень. Охрана будет напугана и дезорганизована. Сопротивления мы почти не встретим. Мы доберемся до лаборатории, найдем точку доступа. И дальше дело за тобой. Аплодисменты, пожалуйста. Я же сказал, начальница и королева у нас одна. Фуф, гениально, хорошо. Если мы будем разносить этих уродов с воздуха? Серьезно? Как же давно я этого ждал. Покажи, пока выпрыгивайте из штанов. Если мы хотим выжить, нужно кое-что еще. Теперь самое трудное. Надо столкнуть с орбитой спутник Джу Роджин 0401. Хуя себе спутник. Мы войдем в историю, друзья мои. После этого, примерно на 3-4 часа, пропадет связь в Найт-Сити и в обеих Калифорниях. Ни координации, ни поддержки. Полный хаос. Даже не буду спрашивать, как. У меня один знакомый работает в Orbital Air. Тайный доброжелатель. Высокопоставленный информатор. Я ему заплачу, и он нам даст доступ к спутнику. Дальше в игру вступит наша старая знакомая. Хочешь сказать, Альт? Ну а что поделать? Если только она может спихнуть с небес спутник Карасаки. Ну окей, хорошо. Мне все равно надо поговорить с Альт. Я ее уговорю. Только не обострись, Джонни. Тут я не смогу тебя подстраховать. Сказал, значит сделаю. Ладно. Короче, мы незаметно подлетаем к Карасака Тауэр и опрокидываем на них корзинку с бомбами. Правильно. Потом прыгаем в башню, ищем шахту по вертикальной оси и пробиваемся вниз. Да. К точке доступа Микоши. Как тебе? В этом плане куча дыр. Мне нравится. Да в этом плане дырок. Больше, чем во всех кукольных домах Кабуки. Хотя мы все равно справимся. В прежние времена мы и не такое творили. Вести. Что? Спасибо тебе за все. Давай потом. Значит остается только Альт. Ты знаешь, как перемещаться в киберпространстве? Ну, у Ви был в этом кое-какой опыт. Думаю, я справлюсь. Иди обратно. Никс покажет тебе, что нужно делать. В этом плане она самая крутая. Уэйланд, прогревай пока двигатели. Мы скоро придем. Вы там долго будете или как? Может я поспать успею? Ха-ха-ха. Так, ладно, хорошо. Так вот, она на самом деле в этом плане самая крутая, потому что у нее действительно и технологии, и самые крутые бабки, и связи. Костюм. Окей. Я на сегодня все, так что выныривать будешь сама. Только технику мою не трогай. Фига себе, выныривать будешь сама. На технике, скорее всего, выгорит вся к чертям. Ну, кей. Альт. Ты здесь? Я же сказала. Альт Каннингем больше нет. Тогда от нее должно было что-то остаться. Я в это не верю. Что-то от нее точно осталось. Ты даже выглядишь, как она. Ты видишь Альт, потому что хочешь. Это защитный механизм. Твоя эксплицитная память создает заместительный образ. Я чувствую себя странно. Как будто в кошмарном сне. Ты читаешь мои мысли? Упрощенное объяснение. Ты не признаешь своей сути. Ты конструкт. Совокупность данных. Я знаю тебя. Что значит знаешь меня? Как строчки кода. Что еще ты знаешь? И что еще ты знаешь? Весь комплекс твоих эмоций. Времени мало. Дозор может заметить перегрузку. Ну так, ты разбираешься в спутниках? Ты разбираешься в спутниках? Один из них... Юроджин 0401. Я справлюсь. Бля, ты серьезно что ли? Читаешь мои мысли? Я согласна с планом. Так ты пройдешь воросака Тауэр. Притормози на секунду, пожалуйста. Ты пройдешь воросака Тауэр. И найдешь порт в Микоши. Это программа, которая обеспечит тебе подключение. Ты получишь ее нащупки. Я воспользуюсь Бэкдором. И смогу обойти протоколы безопасности в крепости данных. И тогда... Я разделю тебя и Ви. А Микоши прекратит существовать. Ты явно что-то не договариваешься. А теперь поговорим серьезно. Ты же выпустишь из тюрьмы души. Получат они в конце концов свою свободу. Да. Нет, погоди. Ты явно что-то скрываешь. Говори прямо. Они станут частью чего-то большего. Частью чего? Давай-ка еще раз. Ты не способен понять смысл этих слов. Придется тебе поверить. На этом все? Слушайте, это прямо самое, видимо, короткое будет видео, потому что здесь все так быстро протекает. Подожди еще кое-что. Погоди. У меня еще вопрос. У меня нет времени на тебя. Офигеть. Спасибо, спасибо. Ну, Альт больше нет. Ты была права. Знаешь, наверное, ты права. Альт больше нет. Ну, ты посмотри. Да, пожалуйста. Вали нахуй. Пиздец. Да уж, Джонни. Но на самом деле мы с вами знаем прекрасно, из-за чего все это произошло тогда. Видите? Хорошо. Он сам ее оттолкнул. Блин, у него такая хорошая связь теперь с телом из-за всех этих ДНК, то есть изменений в ДНК. Что у него вообще никаких проблем нет. У него вообще никаких проблем нет. Ничего. Не знаю, слышишь ли ты меня, Ви, но... Спасибо, что поверила мне. Я справлюсь. Адель. Аня, в ячейке. Бумаги у вас у Каги и Финча. Да, все нормально. Не волнуйся за меня. А теперь съезжай на обочину, заглуши двигатель и смотри на звезды. Просто смотри. Не пожалеешь. Мне пора. Я тебя люблю. Так, интересно. Готов? Кто это был? Вести, кто это был? Мой сын. Вот это сейчас было неожиданно. Ты хочешь сказать, что у тебя... Личная жизнь? Да. И хватит об этом. Я спросила, ты готов или нет? Сын, это прям... Это прям поворот, блин. Ну, я на самом деле так и подумал, что либо сын, либо дочь. Готов. Да. Я готов. Отлично. Пойдем, а то этот псих еще улетит без нас. Слушай, вы мне дадите оружие поменять или нет? Ну да. Нет. Смотри, я прыгать могу. Ну-ка, снаряжение. Дайте поменять оружие. Засранца. Без тебя, пошли. Пошли, пошли, пошли. Я любила этот бар. Буду скучать. Ты что, там умирать собралась, что ли? Ну, она уже какие-то документы там подписала, подготовила, да. Боится она с Машера, боится. На самый верх. Угу. Да, кстати. А что ты сказала Уэйланду про операцию? Только то, что он хотел знать. Про его долю. Угу. А какая у него доля? Интересно. И сколько сейчас получают за такую работу? Это тебе не касается. Сложно сказать, что ли? Для фиксера? Да. У меня свои правила. Привыкай. Нормально. Хотя, вообще-то, это стандартная фишка. Крайне неприлично спрашивать про деньги. Крайне неприлично. Не в этот раз, милый. Нам что-то резко поплохело, да? Уэйлан, можем лететь. Вас понял. Бестия. Что? Ты какая-то молчаливая. Все нормально? Просто не могу поверить, что мы на это решились. Все как в старые времена. Как в старые времена, да. Знаешь, что мне нравится в Найт-Сити? Нет. Расскажи. Смотри сам. Видишь? Сегодня ты валяешься в канаве, а завтра весь город лежит у твоих ног. Весь, сука, город! Да, и никто тебе не указ. Даже эти ебаные хуесосы. Не знаю, чего мы добьемся, но на уши всех поднимем точно. Пора еще раз сыграть этому городу побудку. Господь! Как же красиво! А скоро станет еще красивее! Эй, вы там! Вы что, впыхнули и со мной не поделились? Если бы сквама! Всем смотреть на небо! Канинка наступает. Раз, два и три. Ого! Это был Джерунжа? Загадай желание! Эй! Откакитесь! Нас заметили! Твою мать! Что будем делать? Идем по плану. Ха. Вот почему она сказала, что насмотреть на небо. Окей. Назад дороги. Поздно! Назад дороги нет! Будем импровизировать! Ясили на управление! Уэйланд! Нам надо на верхние этажи! Вы тут главный! Он там хоть что-нибудь видит. Смурять! Тихо-тихо! 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 Тихо! Тихо-тихо! Тихо-тихо! Это было странно сделано. Понятно, они это еще не допилили. Тихо-тихо! 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 Запуск протокола Хаябуса. А? Активация блокировки здания. Давай, вставай. Твою мать! Ты как, жив еще? Уэйланд достался в Ави. Оно разбилось у водопада. Я постараюсь с ним связаться. Потом надо будет найти кого-нибудь с ключом доступа, чтобы уехать на лифте. Уэйланд, слышишь меня? Что с тобой? Ты цел? Более-менее. Кажется, туземцы начинают проявлять ко мне интерес. Туземцы. Мы тебя вытащим, никуда не уходи. Если бы я мог. Надо помочь Уэйланду. Идем. Ясно. Давай-давай-давай, вставай. Ты же теперь хозяин моего тела. Охрана. Смотрит в терминал. Можем проскользнуть или убрать их всех сразу. Решай, что делаем, я за тобой. Руки-дроу. Осмотр завершен. Проверь, можно ли использовать терминал. Тьф, получилось по-тихому. Все, идем к Ави. Что? А, ладно, плевать. Можно ли использовать? Идем к Ави. Ты уж определись. Я тебя понял. Все в сборе. Начинаем. Уэйланд, ты меня слышишь? Слышу. Я возьму того, что у двери. По одному на каждого. Джонни, выбирай своего. Я понял. А она нам не помогла. Ты должен был прыгнуть вместе с нами. Не люблю, когда враги кучкуются. Так они хоть чутка рассредоточат. Ха. Пропустился весело. Нет, они просто скучковались вокруг нас. Не сейчас. Выбираемся отсюда. Живей. Ну, пошли, пошли. Катана классная. И откуда у меня опять замедление времени было? Я же вроде убрал все эти санглестаны и прочую фигню. Чтобы не замедляться. Ну, веди бестия, веди... Я вижу, что ты хорошо знаешь эти лица. Она где-то планно отырила. Вон того, видите? Их главный. У него есть ключ доступа. Джонни, он твой. Тсс. Изи пизи. Тихо, я осторожен. Куда? Еще-то раз. Сейчас, подожди. Это что-то связано с этой... Катаной, что ли? Острое смертоносное. Вероятность критического попадания. Я прям не понимаю, что происходит. Откуда еще вот этот дополнительный прыжок взялся? Фиг знает. Ладно, хорошо, ключ доступа. Есть ключ доступа. Идем к лифту. Очень странно. Или ботинки. А, это ботинки, черт побери. Это ботинки. А я могу их поменять? Ну-ка, ну вот такие, мои. Обычные. Нет, не могу. Ладно, хорошо. Ну, может быть, они еще... А, они нам нужны для того, чтобы в лифте сплюнуть. Нормально все. Это получилось, на удивление, просто. А, Триум. Надо же. Всего месяц назад я встречалась здесь с Мичикой Арасакой. Как встреча? Ну ладно, хорошо. Ну ладно, хорошо. То есть, вот там вот. Лифты все еще заблочены. Придется прыгать. И долго лететь. Ха-ха. Потому я и просила тебя взять антиграбы. Вражеский огонь! Может, они нас не заметят. Ты шутишь. Вот это... Откуда они просто так зились? Взял триггер, сработал и все. Ладно, плевать. Вот за такими ручками смотреть в оба. Забей. Просто держись за мной. Вот сейчас придется напрячься. Хе. Где? Где-то здесь прыжок, что ли? Да. Куда теперь? Вон на полотран. Ищем лифт в лабораторию. Это самый короткий путь к Микошу. Эй! Мне кого-нибудь оставь? Ха-ха. Миман? Она задета! Черт. Дядь, как не поймали. Не вылезай. Она ранена! Отдыхай. Быстро-быстро! Давай, подключай Каннинген через порт. Так, мы эту дверь не откроем. Стоит поискать тут контрольный терминал. Ну-ка. А, вот контрольный терминал. Сообщение. Сохрани свою душу, да ну нафиг. Готово. Позвучаю Альту. Пора выпускать твою хакер. Пусть покажет, хорошо способность. Эй, ты же знаешь. Ты всегда была до меня и узнала. Ха-ха. Знаю. Ну? Знаю, что ты этого не знала. Могло быть и хуже. Альт здесь. Думаешь, она сможет пробить лед? Система охраны взломана. Я перехватила контроль над зданием. Путь в Микуши открыт. Лифт! Это было быстро и легко, черт побери. Добраться до лифта. Воу! А он должен был под ее контролем быть, кстати. Ладно, плевать. Нам не сюда, нет? Ох ты, господи. Да, она всех положила. Жесть. Просто выжигал ей все синусы. Бросай оружие и сдавайся. Серьезно? Это прям самый легкий финал, на самом деле. Зал сетевых операций. 2067 год. Телохранитель из Арасаки заслоняет императора Японии от пули убийцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Херня. Знакомый взгляд. Тебя что-то беспокоит? Ты когда-нибудь задумывалась, зачем мы это делали? Делали шторм. Зачем ставили хром? Покупали пушки и воевали с корпорациями. Не знаю, Джонни. Сейчас уже сложно сказать. Мы были молоды, а у молодых вечно в голове насрано. Мы сражались за красоту. Мы не понимали, что хорошо и что плохо. Кто прав, кто виноват. Только красота имела значение. Кончаю уже философствовать. Сделаем дело, возьмем водки, тогда и поговорим про старые времена. О, тогда с меня водка. Люблю сказки про то, как раньше было. Вы прямо как мои дед с бабулей. Вы прямо как мои дед с бабулей. Это смешно. Тебя скорее всего раздавит. Ага. Что ж она раньше так не помогала? Или это именно Джонни она решила так помочь? Эти говноеды даже не успели ничего понять. Идем. Там за дверью будет спуск вниз. Что нам здесь делать? Я готовлюсь отразить атаку на кранерах, которые пытаются сюда пробиться. Вам придется продолжить без меня. Поторопитесь. Следом за вами идет отряд лучших солдат Арата. Давай двигаем. Но где он? Настолько близко, что я почти чувствую поток данных. Мы практически у ядра. Остался только зал за перегородом. Ага. В прошлый раз смешер оттуда пришел. В прошлом фонаре. Нельзя повернуть время вспять. Но всегда можно начать сначала. На кей. Кто сдохнет? значит бестия ну в общем такое досадно, я думал, что этот сдохнет бестия выживет да на мы пощадим его очень человечным отвратительно жалость отмерла что это? в защите появилась брешь дорога к ядру открыта но времени у нас немного ты железный кусок дерьма бестия была намного лучше нас с тобой таких как она больше нет а ты убил ее она знала чем рискует бестия хотела тебя прикончить и наконец таки ей это удалось что за бред я убил эту старую суку завали смешер она вышла из игры на своих условиях тебе этого никогда не понять ну и ладно взять пистолет бестия а где она? стоп вот он бестия ты была лучше всех всегда мой отец говорил что если бы ему надо было взять на необитаемый остров кого-то одного он взял бы бестию их поколение было сделано из другого теста ага ну жабли пошли в общем как-то бестию слили вообще никак понятно точно такой же конец как и предыдущей части только что там дальше будет спасибо вводи в сеть и найди меня на той стороне ты хороший мужик удачи Синфермен Синфермен да ладно вставай это ви должно было здесь колбасить Джонни ты чего колбасит? Джонни себя как дома должен чувствовать в стиле уже итак я в прошлом выпуске как бы вырезал эту фигню то есть сейчас лифт там будет кулончик и только после этого мы попадаем к декурату то есть вот этот момент сейчас здесь и в прошлом выпуске он абсолютно не нужен на самом деле потому что в первом как раз в первой концовке ну такого не было ну правда воросаки были но это как бы у нас в голове происходит опять кашаки эти их не поглотить нельзя ничего сделать нельзя дежавю ну вот типа то же самое абсолютно когда покину я телесный мир вернет мой дух эллинский ювелир в обличии филигранной птицы золотой фигурке то большая честь помочь монарху пробудиться или на золотое дерево за вас есть и петь почтенным византийцам о том что было будет или есть забавные стихи хорошо ладно прикольно это типы ви там стоит ну окей хоть какое-то разнообразие привет ви соскучилась не то чтобы я вырубилась и очнулась уже тут что-то пропустила да это было мое лучшее выступление ты много потеряла это было мое лучшее выступление ты хотел сказать твоей бестии бестия мертва эм прости у меня тоже все невесело альт обрабатывает меня душегубом я вся на нервах где альт альт ты где вообще может поздороваешься я теперь инграмма ёбаный конструкт блять ну добро пожаловать в клуб альт ау ты здесь она сказала что проверит контрольную сумму и скопирует меня обратно в тело почему не чувствуем что делать душегуб почему мы не чувствуем как работает душегуб я был готов корчиться от боли временная анальгезия мы же потоки данных определенные ощущения можно заблокировать бла 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 тебе что альт читала лекции про нейрофизиологию нет скинула данные за секунду неважно она еще сказала что уничтожит микоши все кто в ней есть получит свободу а потом она поглотит их всех и сделает частью своего массива данных понятно значит мы сделали что могли дальше альт справится нет как это в смысле я ошиблась когда исключили из факторов тела реконфигурация ДНК шла слишком долго агрессивные препараты осложнили процесс и иммунная система начала атаковать нейроны хватит говори по-человечески Ви умрет что бы я ни сделала этого уже ничто не изменит альт твою мать альт как ты вообще могла так накосячить я не могла оценить ситуацию пока не появилась возможность провести полную диагностику ты обещала девочке новую жизнь ты ее наебала так получается если не заткнись пожалуйста мне надо подумать все будет хорошо и мы что-нибудь придумали я же попросила тебя джонни не пизди ну давай должен быть какой то вариант дело Ви изменилось под воздействием био-чипа теперь она воспринимает ее сознание как постороннее с тобой все иначе ты стал его полноправным хозяином то есть ты за то чтобы твой бывший выгнал меня из моего же тела изменения необратимы тебе уже нечего терять а он может получить все я не стану вмешиваться но пока контроль над телом остается у Джонни он может делать что хочет что хочет черт это это хорошо дай нам что будешь уговаривать меня согласиться зачем чтобы совесть успокоить ты и так можешь делать с моим телом что хочешь Нет, нет Ну блин, то есть тут нету хорошей такой концовки Нету ее, нету Самая хорошая концовка была, мне кажется, в прошлом выпуске с Джуди Ну посмотрим Ты мой друг, Ви Я бы никогда так с тобой не поступил Ты же знаешь Хорошо Здесь сохраниться, конечно же, нельзя, да Я уйду с Альт, а ты живи Если ты не готова умирать Значит, будешь жить Джуди Друг Что мне делать, Альт? Просто перейди по мосту Ви сможет вернуться к своей прежней жизни Ты станешь частью чего-то большего Понятно Пошли Но это было, естественно, все предсказуемо, что именно так все и останется То, что тело изменено Джонни Прости меня Да Ты смеешься, что ли? Мне казалось Мы никогда не подружимся Неожиданно Я бы так хотела отмотать время назад К той минуте, когда мы Украли этот несчастный чин Только не надо сейчас оправдываться Нет, надо Хотя тут все просто Я еще не готова умирать, Джонни Я хочу жить С нашего разговора в писте с Софией Ничего, в общем-то Нам не изменилось Да это понятно, на самом деле Но, блин Такая... Не забывай Вот только не усложняй, ладно Просто не забывай, как мы-то сомнели Тут должно было быть рукопожатие, которого типа нету Ну ладно, понятно Спасибо Не забывай меня Может быть какая-нибудь агрессивная терапия Отрубить иммунитет Еще что-то такое Моя мама сейчас аутоиммунное заболевание И ее собственный иммунитет Атаковал клетки ее мозга И ей химией, там, гормонами Еще чем-то это дело Все останавливает Может быть в ее случае тоже какая-то такая херь может помочь Чтобы тело не оторгло сознание Да вполне, почему бы нет Если сейчас, даже в наше время, это делают Мне, конечно же, в этой линейке интересно вообще, что будет после То есть после вот этого перехода Это мы с вами все понимаем Для нас это тоже не в новинку То есть в этом варианте Джонни поступил так, как он обещал Он отдал тело Ви Но у нас есть возможность, типа сказать Сорян, Ви Тело теперь мое А, а вот и Джуди Доброе утро Ха Доброе утро Ну блин, это на самом деле хорошо То, что Ну хотя бы в какой-то из концовок А не вот так вот вместе Ну И в той концовке То, что у нас с вами до этого была И сейчас А где мы вообще? Че-то разбилось Бассейн Типа мы Где-то в каком-то Вышенебельном Это дом Керри Евродина, что ли? Или его номер Или где? Ладно, плевать Кстати, если хотите увидеть дворец Не забудьте забраться Куда-нибудь Поможать И заняйте Среди 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 Потому что явно Джуди Мы ничего не сказали Это хорошо, когда есть кофейн Автолог Ви, стой Тебе плохо? Что-то не так? А Ты знаешь, что это Ты сама знаешь, в чем дело Я умираю, Джуди Давай не будем об этом говорить То есть, дело в Микоше Я видела твои новые таблетки в ванной Тебе стало хуже? Не волнуйся Это все пройдет 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 Ви Я же не слепая И не глупая Ты меня держишь на расстоянии Как будто я могу тебе навредить Иногда мне кажется Если бы я в один прекрасный день просто исчезла Ты бы даже не заметила Ладно Я буду на балконе Может Получится увидеть Хрустальный дворец Хрустальный дворец Да Это не тот хэппи-энд Который я хотел бы Что поделать Надо же Его правда можно перепутать с Венерой Ви Наверное, я ошиблась Мы сейчас уже не про Хрустальный дворец Правильно? Странное чувство Я только сейчас поняла, что Я так тут и не прижилась Мне казалось, быть одной из миллионов Круто Если ты никто Ты в безопасности Это была иллюзия Это была иллюзия Я стою и чувствую себя Какой? Какой? Одинокой? Да При всем прочем Хоть у нее есть Ви На какое-то время Но На короткое Знакомое чувство Оно когда-нибудь пройдет? Нет Никогда Когда-то я мерила время этапами От одного к другому Сначала в моей жизни был этап Клоповника в мегабашне Потом интернат Потом банда Шельмы Каждый гребаный раз Я думала, что вот Я наконец-то нашла дом И каждый раз Я разочаровалась Теперь, блин, у Джуди Что-то на шее дергается Эээ, досадно Ну, во всем, они еще Руки у них не дошли до финалов Чтобы финал вылезать до конца Это будет, наверное, может быть Через полгода минимум А сейчас какой этап? Как ты назовешь этот этап? Как раз хотела с тобой Об этом поговорить В общем, Ви Я Я хочу уехать из Нэнсити Но совсем Мне нужно что-то другое Более постоянное Понимаешь? Что значит Да, уезжай, конечно Что значит Да, уезжай, конечно Мы собираемся Едем с ней Нам полгода осталось Не уезжай, пожалуйста Ты мне нужна Ви Подожди Послушай Ты нашла свое место Это твой город Посмотри на себя Ты же теперь королева по смерти Легенда Я тоже хочу найти себя Свое место Ты же знаешь Ох Как же мне трудно говорить Особенно тебе Я поняла Спасибо, Джуди За все Что-то задумала, да? Я могу помочь? Нет С этим мне надо разобраться самой То есть ты Возьмешь этот заказ Интересно, что за заказ Я не дам тебе Меня забыть Ну ладно, хорошо Ничего Зато ты про меня не забудешь Обо мне будут говорить везде Где бы ты ни осела Угу Открытки из жизни Висящие на волоске Мне нравится Буду ждать Мави Мне пора бежать Я знаю В общем, с какой-то стороны Это наименее болезненные Для Джуди Говорят Развитие событий Будь осторожна, Ви Возвращайся живой И невредимый И ты Береги себя Потому что В предыдущей концовке Там диспоном Чуть-то застряла Посреди экрана В предыдущей Вроде все обсудили Ты беги Я тут еще немного Потусуюсь Да Они вместе уезжали Куда-то там В пустоши И она бы наблюдала Как Ви медленно умирает Что было бы крайне Печально Я сохранился Загрузился Чтобы Исчезла эта фигня Ладно Пошли сядем в Ави Даламейн Здравствуйте Спасибо, что выбрали Сеть Даламейн Куда желаете Полететь сегодня? В посмерть Подожди Подожди Я еще не готова Принято Стоп Ну а нет, хорошо Почему Даламейн? Ладно Мне суть важна Он уже ушел Он бросился По смерти На полной скорости Как пожелаете Мы воспользуемся Выделенными Воздушными коридорами Задержек Не предвидится Круто Позволю себе Заметить Что у вас Утомленный вид Тяжелая ночь Скорее Тяжелый месяц Мне очень жаль Это слышать Сеть Даламейн Готова предложить Вам дополнительные Услуги Которые помогут Улучшить состояние Вашего здоровья Более того Рад сообщить вам Что сеть Даламейн Теперь сотрудничает С Траума Тим В рамках акции Безопасное путешествие Доступен пакет Медицинских услуг Которыми вы можете Воспользоваться В поездке Что там у Арасаки? Что вообще По ситуации Я нашел статью Об Арасаке Которая вас Заинтересует Корпорация По-прежнему Находится в кризисе Большинство Упоминаний В СМИ Связано С огромным Ударом По имиджу Компании А также С ее политическими И финансовыми Неудачами Программа Сохрани свою душу Должна была Стать Для Арасаки Благословением А оказалось Проклятием Компания Потеряла Все связанные С ней ресурсы Обещали Миллионерам Бессмерти Огромные Деньги брали А сами Собирали Инграмы И данные Явно Хотели Расширить Влияние Абсолютно Верно Как бы то ни было Арасаки Требуется Время На реорганизацию Полагаю Вы Ибо Смерти Пока В безопасности Хм Ну ладно Хорошо Поехали Доставь меня В посмерти И побыстрее Разумеется Я выбрал Оптимальный маршрут Скоро Мы будем На месте Во время полета Вы можете Расслабиться И насладиться Великолепной Панорамой Города Возможно В последний раз Может Я сегодня Смотрю на это В последний раз Собираетесь Покинуть Найт-Сити Так или иначе Надеюсь На ваше Скорейшее Возвращение Этот город Как отмечают Мои клиенты Жемчужина Западного Побережья Ага Его также Называют Парализующим Своей красотой Мегаполисом Не сомневаюсь Тихо Рад был Видеть тебя Доломейн Спасибо Что выбрали Сеть Доломейн Хорошего дня А у меня У меня оружие Чипсы Чипсы Проша Поймода Из-под Гранат Под твоими Оптами Опять Кого-то Зарезали А что Если У тебя Появится Шанс Все Изменить Сбежать Далеко Далеко И начать Собственный Путь Последнему Рубежу Отправь Слово Космос На Семь Два Девять Девять И получи Шанс Выиграть Недельную Будевку На двоих В Хрустальный Дворец Десять Казино Пять Пассивок Хрустальный Дворец Оз Привет А Все Хорошо Конечно Твоя комната Тебя уже Ждет Прикольно Как Все Поменялось Как Все Поменялось Да Как обычно Как обычно Сейчас будет Люди начинают Что-то подозревать Скоро Все Выплывет Наружу Ничего Мы уже Сегодня Вылетаем Сегодня А что Такое Да нет Ничего Просто Тогда Наверное Тебе Нужно Что-то Особенное У Бестии Был Маленький Ритуал Перед Крупными Операциями Она заказывала Текилу Обычно Сильверхендовскую Я ее Как-то Спросила Это на счастье Или что Знаешь Что она Ответила Что Когда Она Вспоминает Джонни Это Помогает Ей Сосредоточиться На самом Важном Так что По обычаю По смерти Тебе Полагается Один из Именных Коктейлей Только Скажи За кого Пьешь Я там Да Наверное За Джеки Все-таки Можешь Сделать Мне Уэлса Выпью За Джеки Что Скучаешь По нему Угу Он мечтал Попасть По смерти Хотел Чтобы Мы с ним Стали Легендами Ну Значит Ты исполнила Его мечту Удачи Тупая мечта Стать Напитком В баре Ладно Пошли Привет Босс Ви Этот момент Все-таки Настал Я Наконец Встретил Новую Легенду По смерти Надо Сказать Я Впечатлен Рада Что Не Разочаровала После вас Ну Окей Ну Рассказывай С чего Начать Аросака Фактически Выбыла Из игры После Микоси Ты Получила Деньги Известность Во всем Городе Более Того Ты Фактически Парализовала Все системы Аросаки Открылись Несколько Новых Лазеек Мои Люди Их Нашли И Вынесли Что Успели Значит Можно Начинать Операцию Я Проверил Данные Утекшие Из Аросаки Казино Сейчас Испытывает Новую Систему Безопасности И Как я Уже Говорил Сегодня Ее Ненадолго Отключат Надеюсь Ты Знаешь Как Распредиться Моментом Ну Ты Сомневаешься А у Тебя Тебя Как Тебя Сомнения Надеюсь Ты Не Хочешь Отменить Заказ Отменить На этом Этапе Нет Это Будет Невыгодно Я Пойду До Конца Дело В том Ви Что Таких Операций Еще Никто Не Проводил Там Откуда Я Родом Сказали Что Это Невозможно Предупредили Что Риск Слишком Велик Сравнили Наш План С Полетом Икара К Солнцу Поэтому Ты И Нанял Меня Поэтому Ты И Нанял Меня На Самом Деле Я Тебя Нанял Потому Что Ты Пойдешь На Все Чтобы Получить Хотя Б Призрачный Шанс На Выживание Даже Если Ради Этого Придется Оказаться На Волоске От Безвременной Гибели Призрачный Шанс На Выживание Секундочку Что Шанс На Выживание Завтра В это Время Данные Всех Посетителей Казино Будут У Тебя Только Не Забудь Что Ты Обещал О Я Своих Обещаний Не Забываю Удачи Красный Панец Шанс На Выживание Ати Рассака Все Я На Месте Великолепно Секунда В секунду Теперь Я Мне Сообщают Что Спутники Временно Отключены Защита Личности Активирована Только Не Забудь У тебя Одна Единственная Побытка Мне Ты Не Рассказывай У Нас Не Будет Возможно Забрать Тебя Или Прийти На Помощь Если Тебя Кто Нибудь Замет Ты Погиб Прекрасно Но Если Все Получится Ты Получишь Больше Чем Можешь Представить Я Уже Давно Получила Все Что Было Нужно Просто Мне Уже Нечего Терять Перспектива Мрачная Впрочем Не Мне Тебя Судить Так Шлем Надет Нет Вон Это Блин Интересно То есть На самом деле Подожди Нам Сейчас Нужно По-тихому Все Сделать Начать Декомпрессию Ну что Была Не Была Удачи Увидимся Внизу Конец Связи Давай Пошли Посмотрим Что Нас Там Ждет Интересно Мне кажется Сейчас Нам Не Дадут Не Дадут Возможности Там Че То Делать И Вот Это Хорошая Затравка На DLC То Есть Он Упомянул Какое То Лекарство Сказал Нужно Все Сделать Бесшумно Это Был Отличный Вариант На Сам Деле Просто Отличнейший Вариант Потому Что Если Сейчас И Типа Сейчас Просто Запустить Титры Любая болезнь Побегай Побегай иногда Как будешь рядом Окей Поговорим за жизнь Вспомним старые добрые времена А я заодно проверю Не проебался ли Где случайно Твой новый Рикер До встречи Ну вот это Странно Что она бы К нему не ходила Потому что он Действительно Один из лучших Вот это Все признавали Типа Привет Ви Мне все Говорят Ты теперь Бесгорду Большая шишка Ну вот Вот это Диалог И как это мешает Тебе звонить Раз в неделю Да Хотя бы раз в месяц Хоть раз в месяц Самое смешное Что все-таки Если бы не сраные Таблетки Мисти У нас был бы Хотя бы больше Срок жизни Потому что Тело бы меньше Разложилось Привет Ви Я вот Я хотела Попрощаться Подумала Хватит тянуть Надо взять И уехать В этом городе У тебя Только два варианта Или ты становишься Сукой Или У тебя убирает Руковый рука Надеюсь Ты найдешь Для себя Трубой путь Жаль только Что все так Закончилось Удачи тебе В жизни Ви В общем все понятно Дальше все следующие Будут их сообщения Точно такими же Как мы с вами видели Привет Ви Ну что И последний вариант Мы забираем тело себе То что говорит Альт Звучит логично По-моему Альт Альт права У тебя уже нет будущего А у меня есть Я просто хочу Спокойно Обсудить с тобой Все варианты Я хочу жить Я хочу жить Я Я бы не отказался пожить Еще немного Ты меня обманывал Мы договаривались Ты съебываешь Я остаюсь Да Так спокойно Нужно выдохнуть Я видимо приняла Слишком большую дозу Северхенд Потому что Ты эталонный мудак И есть куча людей Которые Нужны миру Больше чем ты Но Это не значит Что я желаю тебе смерти Да уж Знаешь Джонни Я рада Что мы Познакомились Прости меня Если сможешь Мне хочется Еще пожить Я просто Не вижу Другого Вода Мне интересно Сейчас у него Продолжение будет Опять с этим Парнишкой Или что Мне только Одна просьба Отдел Не забывай О мне Да Опять этот Говяный мотель И опять Походу История с пареньком Да Скорее всего Прощай Бестия Бестия До сих пор Не понимаю Как так получилось Да Не надо было Тебя В это втягивать Прости Это раз И это два Ну то есть Концовка В принципе Такая же Только В две Ищики Кладем Спасибо за Да вообще За все В этот раз Из-за него Умерли все Все Отдали Из-за него Жизнь Да Я буду умнее Больше таких ошибок Не сделаю Эвелин Партер Прощайте Пала В неравной борьбе С системой Да Все Ну вот Такой финал Может быть Есть еще Какая-нибудь Концовочка Скрытая Секретная Не знаю Нужно поискать Посмотреть Но на самом деле Этих концовок Вполне достаточно В общей сложности Их получается Шесть По две концовки На каждый вариант Это довольно-таки Много Честно говоря И Мне больше всего Понравилась концовка Предыдущая С Панам И Джуди Когда мы уезжали В пустыню Куда-то Но Концовка Которую получили Сегодня С Ви Она так скажем Многообещающая В том плане Что Какой-то Глобоглазый Что-то там Заикался Про лекарства Значит С нами Сейчас Уже Свяжутся Все Те же Самые Персонажи Которые Связывались В точно Такой же Концовке И мало Я рада Что что-то Изменится То есть Если На самом деле Там ничего Не меняется В этих Звонках Я и не буду Добавлять Классная игра Я говорю Это для меня Сейчас Как Знаете Прочтение Хорошей книги Когда ты С удовольствием Ее В захлеб Читал Добрался До последних Страниц И понимаешь Что все Рассказ Закончен И пора Прощаться Со всеми Этими Персонажами Потому что От перепрохождения Сюжетной игры Которая Целиком И полностью Завязана На сюжете Или Перепрочтение Книги Это Никогда Тебе не даст Тот Первый Опыт И Первое Ощущение Которое Ты получил Да Это досадно Будем ждать DLC Я надеюсь Вам понравилось Если так Пожалуйста Поставьте лайк Не забывайте Подписываться Чтобы не пропускать Новые выпуски Удачи друзья Пока Увидимся В следующем